Страна у нас действительно очень богата ресурсами и недрами, только на протяжении всего исторического периода мы так или иначе вынуждены за них воевать. Мы проигрываем в войнах, выигрываем. Как должна быть социальная схема использования недров? Ну, вообще, мой личный взгляд, я считаю, что у каждого гражданина России должен быть счет свой, на который должны осуществляться полугодичные, или квартальные, или ежегодичные поступления от использования недр. То есть, например, в Сбербанк или в каком-то другом банке, патронируемом Российской Федерацией, до каждого гражданина Российской Федерации должен быть накопительный счет. Эти средства, хотя бы с чего-то это должно начаться, хотя бы с одного рубля, но оно должно начаться. С рубля-то, конечно, нельзя, но это когда-то должно быть. В чем смысл вообще? У нас есть недра, которые могут приносить прибыль, у нас есть контроль за предприятиями в этой отрасли со стороны разных как внутри российских, так и внешних структур, когда прибыль принадлежит как конкретным частным лицам или организациям. И у нас есть практически безграничные возможности государства контролировать это. Что делает наше государство постепенно? Наше государство сейчас за последние десятилетия увеличивает долю задействования, долю принадлежности к нашим российским структурам большинства крупнейших предприятий. постепенно госпакет увеличивается. Это одна тенденция. Вторая тенденция – государство может посредством налогообложения, сборов и так далее, так прочее, единовременно бороться за собственность предприятия любого. То есть посредством небольших технических действий мы можем, ну, переводить предприятие из собственности одного субъекта в собственность второго. Это, как бы, естественный процесс. Как мы контролируем ресурсы? Ну, схема не оптимальна, она только развивается, хотя бы пора бы ей уже десять раз развиться и прийти к какому-то выводу. Ну, например, никто же не запрещает осуществлять таможенные сборы при прохождении границы непосредственно того же леса. Вот лес вывозится из страны. В каком объеме он вывозится, осуществлять сбор. Сделать этот сбор таким, ну, поднимать его вот таких цифр, чтобы было уже не важно, пеленый он идет или не пеленый, обработанный, не обработанный. Вы же можете с круглого леса брать сбор точно такой же, как с пиловочника, да, как с обработанной древесиной, поднять это. Если вы поднимаете этот сбор, значит, у вас появляется мотив для предпринимателей пилить этот лес на месте, чтобы экономить на этом, да, то есть у вас на территории России будут развиваться деревообработка и так далее. То есть эти инструменты, с ними надо работать, надо развиваться. В этом плане мы, нам нельзя там поставить там восьмерку за поведение, но двойку за поведение мы тоже не заслуживаем, как бы правительство пытается это делать. Ну и есть определенные, ну, успехи с этим, как у нас система была с Платон, да, с дорогами, как против этого всего воспринимали, как она работает, как у нас акцизная эта система поставлена, как она в конце концов начала работать, как у нас налогообложение стало работать на каком-то уровне, как-то мы везде постепенно на это приближаемся и выходим. Ставит ли категорично вопрос, что поднимаете по всем направлениям сейчас социальные выплаты и так далее? По большому счету это можно требовать всегда в любой момент вопрос в разумных границах этого всего. Есть понимание папы и есть понимание мамы по этим вопросам. Маме всегда надо все и сейчас, папа смотрит на какие-то вещи глобальные, от чего зависит наша в том числе устойчивость. Мы выбираемся из ельцинской ситуации, мы выбираемся из днища. Если вы вспомните, как обстояли дела при Горбачеве, при Ельцине, мало кто этого уже помнит, что было со страной, в каких условиях жила страна, как это все было. И куда мы постепенно, постепенно при всем этом не бросающемся в глаза темпе движемся, мы выходим в принципе на достойное существование людей в среднем по стране. Мы движемся, ползем там, по ухабам, по всем ползем, но мы движемся в правильном направлении, в направлении, когда наши люди в конечном итоге будут лучше жить, чем финны, немцы и так далее. Это будет в нашей стране, если мы до туда дойдем, это будет в обозримом будущем. Мы именно туда и движемся. Для этого у нас очень много создано, в том числе и внутренняя продовольственная безопасность и так далее. В целом нельзя менять курс, надо двигаться этим курсом, если мы хотим достичь этих результатов. Дальше нам нужна еще информационная безопасность, она как бы начинает появляться, потому что мы, страна с менталитетом, начинать нервничать и посыпать голову пеплом и кидаться друг на друга в любой непонятной ситуации. При современных средствах массовой информации довести до истерики наш социум довольно-таки легко. Это по кругу общения просто понятно. У меня такие примеры яркие из круга общения всплывают, что это даже веселее, чем в физике получается. Поэтому это все рабочая ситуация, которую надо в рабочем порядке решать и в плане экономики и всего остального. Сейчас у нас все есть для того, чтобы это решать, и оно постепенно решается. И судя по социальной направленности действий правительства, они работают над этим. Они не могут выпрыгнуть из этого, сделать это быстрее, но в меру возможностей того, что дает реальная экономика, они действуют. На это на все налагается такой фактор, что у нас еще до конца не сформирована предпринимательская традиция. Мы 70 лет советской власти разрушали предпринимательство, разрушали менталитет такой спокойный, ровный, нормальный у людей. Нет предпринимательской жилки, а когда у вас нет маленького предпринимателя, он у вас не может перерести в среднего предпринимателя и в крупного предпринимателя. Это все невозможно работать за краткое время. То есть даже если выдавать средства на развитие, средства на развитие, то у вас нет профессиональных предпринимателей в достаточном количестве, кому можно просто доверить эти средства. Поэтому по внешним данным таким, наше правительство просто решает какие-то кластерные задачи экономического развития. Наиболее эффективный способ это крупное предприятие, которое не может сдвинуть с места частный бизнес. Создает правительство на общероссийские средства экономически важные субъекты с привлечением уже и частного капитала и так далее. Создает условия для этого. И задачи решаются. Вы можете раздать по копейке всем сестрам от недр или можете запустить какую-то программу эффективную экономическую, какой-нибудь проект федерального уровня. Что сделать? В одном случае сейчас все получат под пять копеек, а в другом случае страна получит экономическое развитие, больше поступления налогов и на следующее десятилетие уже пойдут более существенные поступления в бюджет. С точки зрения развития государства важнее второе. Важнее решать эти фундаментальные задачи. И на уровне страны мы можем эти задачи решать. Мы же решаем задачи, которые недоступны другим государствам. Задачи развития. Те же газопроводы – это задачи, они недоступны другим государствам. У них нет ни ресурса, нет возможности это все осуществлять. Те же газопереработка сжижения на дальневосточном направлении – это тоже очень сильные моменты. Перевод по промышленному сектору – это вагоностроение, вертолетостроение, авиастроение, военная промышленность. Это все фундаментальные вещи для развития государства, которые толкают нашу экономику вперед. Одновременно с этим мы что видим? Мы видим степень влияния на наше стадо со стороны СМИ, когда… Вот пример Хакасии. Многократно, многократно обсуждались программы по развитию промышленности в Хакасии. Предлагались различные версии производств, в том числе довольно-таки экологически чистых. И одновременно с этим выгонялось стадо народа на площадя против любого развития, любого производства на территории Хакасии. То есть это все доводилось до истерики, привлекался местный национальный фактор на уровне как будто… Как будто… Доступность к влиянию. Ну вот как ты выйдешь на демонстрацию из-за того, что тебя кто-то пальчиком поманил? Вот тебя поманили пальчиком, и ты пошел. Зачем? Как? Это не ты придумал, что тебе надо на эту демонстрацию идти. Это тебе указали. Кто тебе указывает? Ты думаешь, что кто-то хороший тебе указал, чтобы ты вышел на демонстрацию против предприятия данного? Нет. В эту пятницу за тебя решил человек из-за рубежа, и ты поддался этому влиянию. То есть ты, собственно, развитие у своего региона попрепятствовал и так далее. Это такие вещи из разряда стыдных уже. Контролируйте себя, свои поступки, не подвергайтесь внешнему влиянию. Если вам говорят, что в пятницу мы всей страны должны кидаться на православие или на казачество, или на технологии, не верьте этому. Не участвуйте в этих либералистических скачках, а не от лукавого. С вами был Виктор Катющик, канал Научный Трибунал. Подключайтесь, помогайте, что-то делайте. Ставьте лайки, разносите наши видео по интернету.